Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, я вчера, если точнее сегодня ночью, наверное, да, так правильно будет, провела сеанс ясновидения с помощью духа шамана для Анны Власовой. И сейчас хочу вместе с вами, я еще не слушала, у меня сегодня был очень насыщенный день, мы с детьми по делам поехали, да и выйти им хочется иногда. Много энергии, молодой энергии немного так развеялись, и я сказала Ане, потому что она мне написала сегодня, естественно, отправила все. Я сказала, что я только вечером выставлю эти голосовые, и я буду слушать вместе с вами, я еще не слышала, то есть не слушала их. Кроме всего прочего, она сказала, что если я еще не сняла, можно я дополню. Я говорю, дополняйте камень, конечно, я еще не скоро сниму, потому что только вечером я буду уже свободна. Добрый день, уважаемый Инга, меня вы просто... А, меня зовут Анна Власова. Сначала голосовой я отправила, потом вот, покажу ее, вот. Сегодня утром вы просто осчастливили меня и сновидением моей судьбы. Я не могу передать вам, как я на самом деле благодарна вам за это. Отправляю вам голосовые сообщения с ответом. И дальше пишет, спасибо огромное, мы сейчас еще раз пересмотрели с мужем видео, я могу дополнить еще свой рассказ. Очень переживаю, чтобы было все подробно. Написала еще тезиси себе для тех моментов, которые упустила в первом голосовом. Спасибо огромное. Я говорю, дополните, все равно сниму вечером. Итак, вот вместе с вами и будем слушать. Я практически никогда, но если это дело не специально, не просят люди там что-либо прослушать сначала, потом выставить, можно ли, хотят ли, разрешается ли, потому что в наше время иногда не те слова скажешь, YouTube локирует ролик. В таких моментах я слушаю, конечно. Но в основном все голосовые, там, благодарности или результаты работы я слушаю вместе с вами. У меня просто и физически нет времени, и смысла не вижу слушать, проверять, потом запускать в эфир. Вот как есть, так и есть. Я не переживаю, потому что я уверена, что ничего там такого нехорошего быть не может. Итак, начнем. Включаю все ее голосовые и слушаем вместе с вами. И те, которые она вначале отправила, и те, которые она после дополнила. Иди, Зена, иди, крайся, давай, не мешай. И вместе с вами слушаем. Давай, Зена, все, выходи. Иди, крайся. Начнем. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна и все жители Ведьминой избы. Я хочу записать голосовое сообщение в ответ на ясновидение, которое сегодня утром Инга выложила. Меня зовут Власова Анна, и я хочу записать свое голосовое в ответ. Я действительно живу на берегу Байкала. Но это северный Байкал, а не всем известный южный. Это не Иркутская область, это республика Бурятия. И поэтому места по ландшафту у нас очень сильно отличаются от Иркутской области. Я действительно живу в пяти минутах ходьбы от Байкала. Представляете, я даже не знаю, что два Байкала, оказывается, есть. Или есть берег левый или правый Байкал, и они чем-то отличаются. Вот открытие. Теперь понятно, почему шаманы. Почему шаманы? Потому что Бурятия. Вот так вот. Даже мне самой интересно стало. Давайте слушать дальше. Ну, на данный момент времени мы переехали, и мы в течение пяти минут добираемся до Байкала на машине. Очень часто здесь бываем, действительно, как и говорила Инга. Ну, муж забирает меня с работы, и мы едем уже на берег Байкала. Это, я считаю, прекрасно. Нас окружает, с одной стороны, море наше, пресное, а с другой стороны, тайга. Это считается заповедная зона, и в ней, здесь, в черте города, да и на территории, прилежащей к побережью, есть запрет на стрельбу. Поэтому вы действительно увидели заповедную зону, и очень часто в черту города заходят дикие звери, медведи. Часто заходят, ну, есть даже сообщения такие, бывали в групповых чатах городских, о том, что так и так спустились медведи в город. И действительно, вы тоже сказали о том, что, возможно, что и жертвы есть. Ну, это Сибирь, у нас так принято. Я записала тезисы, поэтому буду говорить по пунктам. Калия глаза с детства. Возможно. У меня, к сожалению, на данный момент времени нет тех людей, у которых я могу спросить о своем глубоком детстве. Но у меня всегда было ощущение, что у меня глаза не такого цвета, потому что я всегда, даже было у меня такое подсознательное желание всегда купить линзы. Я всегда хотела себе черные глаза. И сейчас даже, если я посмотрю в зеркало, я на своем голубом фоне глаз увижу, ну, такие коричневатые вкрапления. То есть след от того, что у меня глаза были темные, остался. Отец мой действительно очень часто говорил мне, что я какая-то, ну, не наша. Но он так шутил. Это было глубокое детство. Где-то пять лет, может быть, четыре года. И он говорил мне, что я китаец. Это была шутка у него такая. И я потом очень сильно плакала и очень сильно на него обижалась. Я кричала, что я не китаец. Ну, в общем, были детские истерики такие. И о том, что я похожа на свою бабушку по отцовской линии, я слышу и слышала всегда очень часто. Об этом знают только мои близкие люди, которые знали меня именно здесь, на Байкале. Это совершенно верно. Мой дед, когда впервые увидел меня уже во взрослой жизни, мы с дедом виделись только, когда мне было в детстве лет семь, а потом, когда он увидел меня уже повзрослевшую, он действительно сказал, что я очень похожа на бабушку. И я даже замечала, что у него взгляд на меня немножко другой, не такой, как на остальных внучек своих. Муж. Да, действительно так и было. Мы встретились с моим мужем. Он мне очень понравился как человек. Я его очень зауважала, потому что я увидела в нём не просто человека, слово, который по ушам и ничего не делает, а я действительно увидела в нём человека, который действует, который действительно отвечает за свои слова. Он на тот момент времени купил участок, ну, оформил его, скажем так, и я увидела, посмотрела на его руки и поняла, что он действительно строит дом. И это было для меня подтверждением того, что все его слова верны. Я начала к нему присматриваться, 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 ну и присмотрелась. Собственно, поняла, что этот человек действительно для жизни, действительно для семьи. И мы начали вместе жить. И за долгое время он действительно смог заслужить мою любовь, потому что на тот момент времени душа у меня действительно была изранена. Да, у меня был определённый скепсис. Я была скептически настроена относительно канала «Ведьми на изба», потому что изначально была уже пройдена такая большая, длинная, мучительная дорога. И, прослушав Ингу первой её лекции, ну, зацепила, сказала я себе. Ну, ничего, посмотрим. Прослушала ещё одну лекцию. Да, созвучно. Прослушала третью лекцию. Уже стало совсем интересно. А потом я услышала, увидела, вернее, сначала лекцию «Древо дьявола». И я поняла, что именно эту данную конкретную тему не каждый, кто провозглашает себя якобы ведьмой или там шаманом или знающим человеком, может затронуть. Потому что тема очень серьёзная, и за неправильную её трактовку можно очень неслабо получить. Я извиняюсь, перебью, Аня. Раз уж дело зашло, никто никогда не освещал эту тему «Дьяволическое древо». Как правило, все, кто себя позиционирует там чародеями, колдунами, шаманами и так далее, позиционируют они, являются. Те, кто являются, знают отчасти об этом и уважают все силы, и не боятся никакой силы. Потому что знают, что пока ты силы не обидел, они никогда тебя не обидят. Но те, которые себя называют, они, как правило, чешут по одной схеме. Дьявол, сатана – это плохо, боженка – это хорошо, всё через боженку Иисуса Христа и так далее. Это люди, которые боятся даже слова говорить о том, что дьяволическое древо, вообще дьявол – это очень мощное, очень сильное божество, и он имеет право на существование, и он не зло, а просто дарующий. То есть это ключник знаний Вселенной. Вот кто он. Это не восхваление, это не сатанизм, это не дьяволопоклонство. Нет, это элементарный просто факт. Во Вселенной нет плохих и хороших сил. Каждая сила может наказать, может наградить. То есть дьяволическое древо никто не раскрывал. Если вы когда-нибудь где-нибудь услышите это, это всё взято у меня. Никто никогда дьяволическое древо не раскрывал, не рискнул, и все боятся показаться плохими, если вдруг что-нибудь хорошее в эту сторону скажут. Это примитивно и смешно на самом деле. И откуда ведьме это ведомо? Вы знаете, есть темы, которые я нигде не читала, нигде не смотрела, но оно мне пришло, и время доказало, что я была права. И откуда это мне пришло? Почему я утверждаю, что так и есть? Вы не забывайте, что ведьмам открываются просто завесы мирозданий. Почему к ведьмам прислушиваются? Почему верят в ту информацию, которую они дают? Почему они имеют право говорить о потустороннем мире, о мире мёртвых, о том, кто как там вас встретит, что там происходит, что там бывает. Люди приходят именно к ведьме. У ведьмы узнают, что их ожидает, и как быть в этой ситуации, и все прочее. Потому что ведьмам это открывается, и они это знают. Они знают, что этим людям потусторонний мир свои тайны открывает. И поэтому той информации, которая исходит от ведьм, можно доверять. Это так, к слову, про дьяволическое древо. Никто никогда это не раскрывал. Все каким-то разным образом. То это антипод бога, то это плохая сила, то это искуситель, то ещё что-нибудь. Но на самом деле, вот я пришла к этому выводу, отчасти какая-то информация об этом, что-то такое есть, естественно. Не я одна приходила к такому выводу, что это сила не злая, а просто сила, мощь вселенская. Но именно вот по полкам это мне пришло лет 11 назад. Окончательно я просто пришла к этому выводу, окончательно и поняла, что, кто и с какими силами мы имеем дело. И тогда я очень долго к этому шла, чтобы это передать людям. Знаете, люди, которые идут на 2-3 месяца на какие-то курсы и уже себя провозглашают ясновидцами, это смешно на самом деле. Это десятки лет одну информацию ты перерабатываешь внутри себя, чтобы так узнать, так глубоко это изучить, чтобы вот когда ты дашь это миру, да, подаришь и объяснишь, чтобы там не было ни одного изъяна, ни одного фальшивого звука, чтобы все складно у тебя получилось, чтобы ты действительно сама поняла. Если, как у меня отец говорил, если ты хочешь что-то рассказать, ну, например, историю вот в детстве какие-то темы мне не давались, и он мне сказал, не надо учить наизусть, не надо зубрить, ты должна понять это, что было. Вот если ты поняла, если ты осознала, если ты пропустила через себя, ты это уже знаешь, это уже твое, и ты можешь это передать и пересказать. А если ты просто сидишь, учишь наизусть, да, ты сухий и так далее, ты никогда это не сможешь рассказать достойно. И я с тех пор поняла, хочешь правильно передать, ты должна понять эту тему, а не просто вот, ой, как хорошо звучит, много народу посмотрит, давай я сниму, тогда будет фальшиво. Это так слово, извиняюсь, что перебила. Давайте продолжим, больше перебивать не буду. Это у меня профессиональная болезнь называется. Слушаем дальше. И когда я услышала лекцию Инги, сказать, что это был шок, это ничего не сказать. Я тогда поняла, что да, точка, абсолютно верно, этому человеку можно верить. Этот человек знает, о чём говорит, и это действительно правда, потому что я на тот момент времени не просто придерживалась такого мнения. Я уже имела определённые шишки на этой почве. Ограбленный дом. Да. Наш некогда богатый дом начал разрушаться во время 90-х. Это было действительно так. И сейчас он находится в весьма плачевном состоянии. Это наше родовое гнездо по линии матери. Этот дом находится в Крыму. И да, он разворован. Там находится огромная библиотека. Огромная библиотека. Бабушкина, дедушкина. Они были учителями. И это в эпоху, когда не было интернета. Это был кладезь знаний для меня. Я всегда очень-очень сильно любила читать. Бабушка привела мне эту любовь. И любовь к знаниям, любовь к чтению. И действительно, были очень редкие издания книг, которые после смерти бабушки и после смерти матери были разворованы и проданы. Это факт. Это факт. Это большая обида на дальних родственников, которых я уже как бы в некоторой степени отпустила. про отца. Отец мой не воевал. Отец мой не был военным. Но отец со своим по-моему, нет, средним братом, ну то есть тот, который младше его, они настолько похожи, что ездили по одному паспорту, пересекали границу в 90-е. По одному и тому же паспорту. Отцу нужно было проехать через границу, он взял паспорт дядьки и просто прошел границу. Никто даже не увидел этого. Разницы. Они были настолько похожи. Отец мой умер, когда мне было 16. и потом со временем я приехала сюда и увидела здесь своего дядю. Дядя у меня действительно воевал. Дядя воевал в Афгане. И это очень отразилось на его характере и на наших поступках и на нашем воспитании каждого из нас. Потому что за те несколько лет, которые я здесь живу, я уже получила определенную как бы от него поддержку и воспитывает. Старший воспитывает. Тут нечего сказать. И именно, да, я считаю, что у нас военное воспитание из-за этого. Про измену отца я не знаю. Я точно знаю, что были такие разговоры. Мама действительно очень страдала, очень плакала. И у меня действительно есть большая обида на отца. Я действительно очень долгое время смотрела на мужчин с ненавистью. Было дело. Помню. На брата, на отца и на мать. Потом считала ее слабохарактерной, считала ее слабой. из-за того, что она не смогла переступить через собственную слабость, развестись. Было даже немножко такое презрительное отношение. Но потом я отец сломал ногу и долгое время лежал мать. Мне пришлось вытягивать отца тогда, поддерживать. и тогда я его простила. И потом у меня началась действительно на мать агрессия. Но это все действительно так. Вот. По поводу проклятия. Вы себе даже не представляете, насколько я счастлива это слышать, что у меня его нет. Я жила с этим несколько десятков лет. Ну где-то не десятков возможно лет 15-18. Нам сказали, что у нас умирают люди в возрасте 55 лет. У меня дед ушел по материнской линии в 55 лет, повесился. И мама тоже умерла таким же образом в 55 лет. Я очень, очень боялась, что это как-то отложится, но отразится на мне. И поэтому у меня было определенное табу, и наверное именно это послужило тем самым поводом искать, искать знания все. Аня, я извиняюсь, еще раз перебью и скажу тебе, мама у тебя ушла рано, потому что очень много нервничала из-за отца. Если бы у нее был другой муж, она бы дольше прожила, поэтому это не относится никак к проклятию рода. Это выбор ее. И из-за этого выбора она пострадала и сократила свою жизнь. А дед у тебя не повесился. Так написали. Это убийство. Поэтому у тебя нет в роду программы самоубийства. Он не повесился. Это просто все подстроили. Это было убийство. Такое бывает. Каждый человек по-своему уходит из этого мира. У каждого человека своя смерть. Это не означает, что если в роду два человека рано умерли, значит род проклятый. Нет. Это совершенно не из-за этого. У меня в роду мой дед тоже умер молодым, но умер из-за того, что он не принимал свою силу. Он стеснялся, он был очень сильным медиумом. Он не хотел это принимать, а сила должна была где-то выйти, где-то себя проявить. Сила не может сидеть ждать. И эта сила должна была найти выход. Она нашла выход во мне. Но это не значит, что из-за того, что он рано умер, там что-то было не в порядке. Нет, у каждого своя причина ухода. Кто-то рано уходит, кто-то в семье идет воевать и гибнет молодым. Это не значит, что род проклят. Таким образом можно сказать, что все семьи герои войны были прокляты, потому что в каждой семье по 3-4 человека не вернулись. Нет. Причина не в этом. Проклятый род это совершенно иное. Абсолютно. Нет у вас этого проклятия, нет у вас этого гена самоубийцы, нет у вас этой программы самоубийства. Это просто было маскировано под самоубийство, чтобы дальше не расследовать. Но человек, который этого сделал, то есть это сделал, у них вся семья сгорела. Они за это ответили, очень страшно. Давайте продолжим, иначе я дальше буду. У меня даже мысль пришла выбирать людей, просто озвучить и сказать, и если они согласны, тогда смотреть их судьбу. Я, наверное, впредь так и буду делать. Выбирать сама и просто говорить, что в ближайшее время буду снимать про них. Если они согласны, пусть дают знать. Но это другая тема. И скажу всем, кто это слушает, если у вас есть желание сопоставить, естественно, можете посмотреть Анна Власова «Ясновидение», да, а потом «Ответное ясновидение». И сравнить и понять, насколько все было увидено. Продолжим дальше. жизнь для того, чтобы избежать, для того, чтобы освободить свой род от этого. И сейчас я неимоверно благодарна за то, что я услышала. Я получила большое спасибо. Это ответ на мой вопрос, который я искала на протяжении многих лет. Притом, что жизнь моя разделилась на до и после. Да. У нас была авария. Я видела в малом возрасте, маленькая еще совсем. Папа с мамой сидели на переднем сидении, мы с братом, по-моему, сидели на заднем сидении и возвращались летом по дороге. Был железнодорожный переезд и наша машина. Была авария, мы очень долго не могли проехать через пробка. И когда мы приезжали, мама закричала, что это наша знакомая. И я помню это. Я это помню, но я не могу сказать, что этот момент был... Это было начало этого до и после. Да, это было до и после. После этого момента я начала отстраняться. Я начала осознавать эту жизнь, что в этой жизни есть не только жизнь, но и есть смерть. И это заставило меня, во мне что-то всколыхнулось и проснулось внутри меня. по поводу того, что я плакала, когда увидела фрагменты чеченской войны по телевизору. Совершенно верно. Я помню, это была детская истерика, это была паника, это был жуткий страх. Меня не могли успокоить. Я плакала, меня едва уложили спать. Это после программы «Спокойной ночи, малыши». Я немножко задержалась и посмотрела новости. «Ну что же...» Еще раз перебью, поскольку тема интересная. Живите каждый свой день так, как будто это последний день. И тогда вы очень многое в жизни создадите. Вот живите так, как будто это последний день вы живете. Надо вам столько успеть сделать, или что вы сделали до этого дня, чтобы сейчас спокойно уйти. Вы понимаете, что смерть она как там сказал Воланд, не беда, что человек умирает. Беда в том, что... Нет, не беда, что человек смертен. Беда в том, что он внезапно смертен. Понимаете, человек должен каждый день быть готов к своей смерти. Это правильно поймите, это не суицидальные мысли, или он не должен каждый день просить о смерти. Нет, он должен так жить, чтобы если ты завтра умираешь, уходишь, чтобы ты даже секунды не переживала о том, что подождите, я еще не готова, я еще ничего не сделала в жизни такого, я сделала ошибки, еще не исправила. Вот прямо сейчас, сегодняшнего дня, начните исправлять и готовьтесь к этому дню, потому что там вечность. И все, что у нас здесь есть, все люди, которые к этому приходят, для них, знаете, как они становятся мудрее, и они смотрят на жизнь совершенно по-другому. Наоборот, они любят жизнь и ценят каждый день жизни, но просто они понимают, что это все проходящее, и деньги, и слава, и имущество, и все такое, это в один момент у тебя, то есть ты отсюда отвергнешься, уйдешь, кому это останется, это уже решать силам судьбы, но тебе будет все равно. Почему в исламской культуре носят челму, никогда не думали об этом? Это саван. Раньше в этих жарких странах, когда человек умирал, его должны были тут же хоронить, и окутывали в саван, и человек свою смерть носит на голове, на себе носит свою смерть. Это все время напоминает ему о том, что он должен каждый день быть готов к смерти, то есть он должен настолько достойно жить, чтобы в любой день, когда тебе сказали все, ты уходишь, у тебя времени нету, ты бы сказала, ну ухожу так ухожу, я готова, я достаточно сделала хорошего, мне не страшно идти, потому что вы не представляете, что там есть. Если бы кто-нибудь представил, почему люди, которые творят зло, в какой-то момент оказываются между жизнью и смертью, им показывают вот это межу, что там происходит, они возвращаются совсем другими людьми, почему некоторые уходят в монастырь, некоторые как-то по-другому начинают искупать свою вину, потому что они видят, им показывают, ты готов прийти, ты будешь отвечать за все. То, что я сказала, что нет ада, что не жарят и не варят людей, это не говорит о том, что души, проклятые души, души тех, которые невинную кровь проливали, которые пытали, которые убивали беспощадно, которые отнимали и людей обездоливали, оставляли на улице и так далее. Это не говорит о том, что их души там будут весело и радостно жить, потому что ада нет. Нет вот тех мучений, которые описывают везде, хотя в Библии ни слова не сказано о том, что там жарят и варят это все, потом пришло, далее пришло духовная литература и прочее, но там есть другое, там ужасающий страх. Я могу вам сказать словами людей, которые там были и которые реальные люди, которые в трезвом нормальном состоянии это увидели. Они совершенно поменялись, они поменяли свою жизнь, потому что они сказали, вы даже не представляете, какой ужас я испытал, поняв, что если я вот так вот не готовый уйду туда, что со мной произойдет. Это невероятный страх, попасть в эту черную дыру. Понимаете, вот к чему. Будьте готовы к своей смерти каждый день, но не к смерти имеется в виду, что ждите эту смерть или просите или ненавидьте жизнь, наоборот, зная, что каждый день это может закончиться, вот сейчас говорите своим любимым, что вы их любите, не ждите завтра, послезавтра. Люди не говорят об этом, потом теряют друг друга и начинают мучиться угрызением совести, что могли сказать, а вот не сказали, откладывали все. Вот сейчас говорите, сейчас делайте, сейчас дарите, не ждите, пока повод будет. Вообще добрые дела делаются, не надо ждать, пока попросят, надо самим это делать. Давайте продолжим. на сей раз буду себя держать в руках и молчать. Единственное, что могу сказать, нужно было меня, наверное, уложить сразу после сказки. Вот, и я увидела фрагменты Чеченской войны, и да, это было страшно для меня, я долго была под впечатлением и не могла успокоиться, потому что переживала это, я понимала, что мы все не просто смертные, мы все подвержены жестокости со стороны окружающего мира. По поводу долгов, да, у нас есть недвижимость с мужем, у нас есть общий дом, и у нас есть долги, которые мы не закрыли, но есть такой нюанс, мы выстроили свое планирование, свое бюджет, сделали таким образом, что эти долги гасят себя сами, это недвижимость, сама себя окупает, и поэтому она просто стоит, мы там не живем, мы живем в доме, а эти квартиры просто покупают сами себя, но это было такое это бы совершенно законно, но тем не менее, для того, чтобы это сделать, нужно было немножко подумать, что мы и сделали, собственно говоря. по поводу того дома, по поводу той недвижимости, которая, возможно, поступит у нас в следующем году, я поняла, Инга, о чем вы говорите, я благодарна вам за эту информацию, это дом в Крыму, я надеюсь, что это именно он, сейчас все сложилось именно таким образом, что это возможно, если до этого этот дом был закрыт для меня, то сейчас да, возможно, я не спорю, я не отрицаю, и я вас услышала, я поняла, куда мне двигаться и на чем работать. По поводу семьи, с которой мы хотели открыть бизнес, это был не бизнес, это было дело, определенное дело, которое мы хотели с ними сделать, это были с моей стороны друзья, и действительно кинули, действительно обошлись нехорошо, действительно пришлось побегать и по налоговым, и по банкам, и действительно оставили с долгами. Да, после этого я перестала быть такой добродушной, и именно это послужило конечной моей точкой для того, чтобы я полностью отрезала от себя всех, сказать так. Я раньше была не очень общительным человеком, как бы не очень люблю людей уже, и просто это было крайней точкой, и я теперь стараюсь не заводить новых знакомств, потому что после проведения ваших ритуалов я увидела, кто такие люди, так сказать, в лицо, и больше нет внутреннего желания отпускать кого-то в свой мир, у меня есть семья, у меня есть мой род, и я предпочитаю тратить ценнейший в мире ресурс, своё время, именно на тех людей, которые этого заслуживают, и которые этого стоят, потому что посторонним в моей жизни я считаю нет места. Дом в светлых тонах, абсолютно верно, абсолютно верно, у меня практически белый пол, у меня очень много цветов, именно зелёный, тот зелёный, который вы так сложно описывали, это действительно очень сложный цвет, я выбирала с особой кропотливостью, это тщательно подобранная палитра, дело в том, что этот цвет на солнце становится холодным зелёным, таким, серо-зелёным, а когда на нём светит, на него светит солнце, он становится жёлто-зелёным, это такой оттенок оливкового, мне пришлось его немножко вымешивать, и да, я действительно сама окрасила стены, это мой ремонт, это наш дом, который мы строим своими руками, именно поэтому у меня в гардеробе одни спортивные костюмы, потому что я на протяжении трёх лет только в спортивных костюмах и хожу, вот, зелёная, действительно, кухня, действительно, зелёный зал, это всё совершенно верно, вот, вы говорили о том, что мы вытаскивали собачку, вы описали местность, жёлтое поле и быстрая река, это была не река, это был канал, это совершенно верно, это было глубокое-глубокое детство, мы вытаскивали маленькую чёрную собачку, и мама также спасала из колодца девочку, это тоже было, было, это было такие очень глубинные воспоминания, много смертей молодых людей и долгожителей, да, у нас в роду очень много долгожителей, сейчас, на данный момент время, вот именно, поэтому нет там родового проклятия, проклятый род не имеет долгожителей, они рано уходят, у них жизнь очень тяжёлая, сложная, они очень мучительно уходят, долгожителей в проклятых родах нету, вот и всё, вот тебе и ответ. временем моему деду 92 года и мы с ним иногда шутим, он мне рассказывает, говорит, «Аня, вот у меня, бабка у нас в роду была, ей 102 года было, но я ему отвечаю, говорю, дедуля, так ты у меня ещё совсем молодой, тебе всего 92, тебе ещё жить и жить, тебе ещё 10 лет, всё, деда, живи, ничего не знаю, дед хохочет, я хохочу, мы так шутим, дедуля у меня вообще золотко, вот ему 92 года, а молодые очень много умирает, 55, недавно умер брат, которому было 40, те, кто прошёл вот этот рубеж 60 лет, те живут до глубокой старости, а те, кто не перешёл, тот ушёл к клеткам, да, перемешанное то и то, у каждого человека своя смерть, повторяюсь, кто-то должен уйти в 40 лет, кто-то должен уйти в 90-100 лет, но если в роду есть долгожители, этот род не проклят, просто у каждого человека своя смерть, вот так получается, он тоже прошёл тяжёлую жизнь, поэтому он рано ушёл, как и твои родители, зато дед, бабушка, ещё одна бабушка дожили до глубокой старости, а когда род вырождается, они умирают, как правило, после 40, вот самые большие от силы 55-56 лет, все уходят, когда всё время так уходят, это уже настораживает, а когда есть долгожители, но и кто-то раньше уходит, ну, уходят люди, у каждого своя смерть, у каждого свой срок на земле, это не обязательно, что род проклятый, поэтому молодые ушли, нет, проклятый род, он совершенно по-другому живёт, они не добиваются таких вот, могут добиться, но потом у них всё рушится, всё заканчивается, а у тебя в роду живут до самой глубокой старости, в своём доме, в нормальном, обеспеченном состоянии, то есть, это вообще другое, всё, слушаем далее. Предмет мёртвого в доме, действительно, есть один предмет, действительно, он не тянет силы, это расчёска моей бабушки, у меня несколько сентиментальные чувства по этому поводу, в детстве бабушка всегда ругалась, когда мы брали расчёску, то меня заплетали, то ещё что-то, я постоянно эту расчёску уносила, потом брат подрос, ну, в общем, детская раскляпанность, знали, что у бабушки есть расчёска, и знали всегда, где её брать, и бабушка всегда ругалась на нас, когда, почему вы не возвращаете вещи на место, вот, и, когда я уезжала из Крыма, из дома, эту расчёску я взяла с собой, и она на протяжении многих лет всегда со мной, я уже не расчёсываюсь, ей, но она мне дорога, как память, и на Вольпурге его ночь, очень значимая для меня дата, я именно эту самую расчёску положила на алтарь, алтарь, как вещь своего предка, и бабушка, я знаю, мне всегда помогает. Действительно, у меня в доме много холодных зеркал, у нас был момент, когда у нас была возможность купить эти холодные зеркала, и мы их взяли, но, тем не менее, я вас услышала, лекцию, я обязательно прослушаю, и что-нибудь сделаем с заменой. По поводу зеркала на входе, мы его, я хотела повесить, но муж не дал. Муж у меня тоже очень умный человек, очень умный, очень грамотный, и очень разумный. По поводу белого кабинета, который вы увидели, именно совершенно верно, только этот кабинет ещё не построен, но он у меня в голове. Это проект, это действительно будет мой кабинет в белых тонах. и это будет та самая комната, в которой должны будут собраться воедино все мои атрибуты, где будут стоять статуи, где я очень люблю, очень люблю делать ритуалы. Я действительно ухожу туда с головой, я иной раз после прочтения, допустим, два раза прочту, и я уже не знаю, сколько я прочла, потому что я настолько ухожу в заговоры, что я делаю это со страстью, с какой-то, у меня внутри всё поёт от этого, мне нравится, я чувствую это единение, я чувствую, что меня слышат, я чувствую, я хочу больше дать. я всегда очень переживаю, когда после ритуала откупаюсь, потому что мне хочется иногда не просто сказать определённые слова откупа, поблагодарить от себя, потому что большая благодарность. Я очень часто сажусь напротив фортуны, разговариваю с ней, говорю о том, о тех чувствах благодарности, которые у меня внутри живут, и я передаю это ей, и вам, уважаемые, Маинго, я часто обращаюсь к вам таким образом. Обрываю сплетни. Не люблю сплетни, обрываю всегда сплетни в разговоре, а в силу того, что я действительно такой же жёсткий человек, как вы меня описали, да, мне достаточно иногда просто рявкнуть, просто сказать, так поднять глаза и сказать так, и все сразу такие раз, так-так-так-так, на свои места разбежались. На работе так часто делаю, то есть, меня раздражает, когда обсуждают людей, у меня это просто нетерпимо, я теперь перестала, то есть, замалчивать, я перестала говорить, девочки, не надо, я сейчас просто говорю, значит, так и так. Ты вот такая, зачем ты так делаешь, ты знаешь, ты не знаешь жизни человека, не лезь, не обсуждай, грязь, не разводите девочке грязь. И после этого все дружненько затыкаются, и мое слово на работе действительно имеет вес в этом плане. муж нашел в интернете, провел целое расследование по поводу того святилища, ну, в общем, древних зданий, мы сегодня ездили весь день, искали те здания, про которые вы говорили вместе с мужем, муж меня провез по всему, по всем близлежащим поселкам, и мы сделали несколько фотографий, возможно, это покажется странным, но мы залезли в интернет, и сейчас я просто прочитаю, процитирую то, что было написано в интернете, было найдено у нас рядом с поселком древнее святилище раннего неолита и домонгольского периода, в котором по предположениям историков проводились ритуалы небесным покровителям, и именно поэтому у меня такой был отзыв, когда выставили обращение к Тенгрии молитву Чингисхана, от Тенгрии хозяин голубого неба, эта фраза во мне прозвучала и звучит иногда, когда я смотрю в небо, мне хочется сказать именно эти слова. То, что у нас в роду есть герои, я всегда подсознательно знала, потому что то великое чувство патриотизма и то великое чувство самопожертвования, которое живет внутри меня, я понимаю, что я его в себе не воспитывала так. Это дано мне предками и я знаю, что вот это чувство живет в каждом из нас. Я знаю это, потому что у нас вся семья такая немножко слишком самоотреженная возможно, но это действительно я попытаюсь найти своих родственников, но боюсь не смогу, потому что уже искала. А у бабушки было 12 братьев братьев, Второй мировой войны мы знали только об одном. Одиннадцать братьев во время войны мы потеряли бабушкиных братьев. со стороны отца практически та же картина. У деда было очень много братьев и сестер, и он рассказывал мне о том, что немногие вернулись с поля, не будь на то. Так, по поводу знака зодиака. Я не лев, я не водолей, я дева, но дева, которая рождена на грани со львом. И на протяжении жизни мне пришлось воспитывать в себе эти львы. Так вот, если ты на грани со львом рождена, ты лев, потому что льва знак настолько сильный, что подавливает все знаки рядом находящиеся. И если ты впритык вот прям уже со львом рождена, то от льва у тебя больше характера, чем от своего знака. Вот поэтому ты лев и вышла. И у тебя скорее всего грива. У львов очень густые волосы, волнистые, и они растут прям вверх ежиком. Скорее всего так и есть. Давайте слушаем. ой, представляете, потеряла. Здравствуйте, уважаемая Инга. Нет, нет, нет. Все уже. Сейчас я найду и с того места включу. Огромную благодарность и уважение Яне за ее редакторские способности, потому что я как полиграфист, который писал дипломную работу на эту тему. Я представляю, с чем она имеет дело. Люди, это великая работа, это очень большая работа издавать книги. Инге огромная благодарность как автору, Яне огромная благодарность как технику, которую выполняет. Это очень большой масштаб работы. Многие даже как бы я вижу благодарности такие вскользь. Но это на самом деле большая 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 работа, и многие ее не понимают. Яна просто уважение большое, молодчина, умница. По поводу ритуалов. Да, у меня болела спина, я восстанавливала здоровье, именно так я начинала заниматься, делать ритуалы. Действительно болела спина, действительно вылечилась рецепт Яху. Начитывать пыталась мужу, было, помогло. Муж раньше скептически также относился, потом очень не скептически, потом прям проникся, действительно понимает, верит, и на самом деле этим роликом с ясновидением вы поставили такую, как вам сказать, я увидела, как в его душе тронулся лед. Это была огромная радость для меня, это была громадная радость, потому что я увидела, что мой муж разделяет мое духовное рвение, это письма, это дар, великий дар для меня. Так, устройство на работу у меня было интересное, тот экзамен, который вы мне описывали, я действительно училась, когда на полиграфиста, я пыталась устроиться, совместить учебу и работу, и для того, чтобы устроиться на работу, мне необходимо было пройти практику, и у меня получилось устроиться, работать на типографию, на практику, а потом я высказала в отделе карьев о том, что я хотела бы работать уже на типографии, и тот мужчина, который меня должен был принять на работу, он очень так на меня посмотрел несколько высокомерно, потому что типа знаем вас студентов, придете туда-сюда и уйдете, никакые вы не работники, вы халявщики, я очень нервничала, и когда я второй раз пришла, я настояла на своем, я сказала действительно воюю и ты победишь, и я действительно победила, когда этот мужчина вышел из больничного, он был весьма удивлен, увидев меня на работе, а потом, когда прошло где-то год, полгода, он был очень удивлен тем, что его первоначально, ну я в общем разрушила его стереотипы по поводу студентов. Когда вы сказали в видеоролике о массивных серебряных украшениях, мы прослушивали этот ролик вместе с мужем, я просто протянула ему руку и показала мое любимое большое серебряное кольцо на целую фалангу пальца. Он всегда говорил мне, что ему не нравится, а я говорила, меня не колышет, мне очень нравится, оно прям мое, я его прям люблю, и да, действительно так. Я действительно очень любила черный цвет в детстве, в подростковом возрасте и в юности, очень долго ходила только в черном, у меня были все оттенки черного в моем гардеробе, у меня все, абсолютно все было черным, я даже пыталась красить волосы черным, безумно любила этот цвет, и сейчас постепенно тоже пытаюсь внедрить в гардероб эти цвета, потому что сейчас мне это по душе, скажем так. Дело, которое я хочу начать, действительно, есть дело, которое я давно хочу начать, но все не так просто, потому что у меня еще нет моего белого кабинета, потому что мне для этого нужно место, где я буду работать, и его мне предстоит построить. Я потерплю, я буду упорно в своем желании, и я буду прилагать все усилия для того, чтобы положить начало дела, которое возможно украсит мою жизнь и жизнь многих других людей. я хочу этого, и мой настрой не пропадает, как раньше бывает, то есть я считаю, что этим делом действительно нужно заняться. Да, в детстве я была очень пластична, мне говорили, что я должна заниматься танцами живота, потому что я очень хорошо контролирую свое тело, и я его действительно очень чувствую, но в жизни появились такие обстоятельства тогда, что мне пришлось от многого отказаться и на многом поставить крест. по поводу предков своей матери. Это такая душевная для меня тема, потому что рождена я в Крыму и жила там на протяжении многих лет. у меня всегда, когда я слышу с минолета Муэдзина, призывающего к молитве, у меня что-то в глубине души начинает какой-то восторг просыпаться, я не знаю, почему меня восхищает это. Я понимаю, что это другая религия, но что-то внутри меня просыпается, и теперь я понимаю, что всегда у нас раньше был момент времени, когда у нас за стенкой по соседству жили мусульмане, и часто я слышала зов Муэдзина, для того, что на намаз мужчина просыпался ранним утром, и я просыпалась вместе с ним. Действительно очень трепетное такое отношение к Востоку, не знаю, люблю, просто мое люблю, не то, чтобы я помню, как я слушала лекции истории, вернее, не лекции, уроки по истории, когда нам рассказывали про Меку и Медину, у меня это глубоко врезалось в память, да и все действительно так и есть. Вы очень четко описали мой характер, очень четко описали меня, мою жизнь. Я единственное, что могу сейчас сказать по поводу того, что если я хочу обратиться к зрителям, если мною было что-то упущено в моем голосовом сообщении, то я хочу сказать только то, что это мое упущение. Возможно, я недостаточно четко все законспектировала, возможно, я недостаточно четко сейчас высказалась, но мы смотрели с мужем вместе ролик дважды и в конце каждого эпизода, в конце каждого момента мы с мужем просто переглядывались и обменивались. Да, да, да. Отдельное огромное спасибо хочу сказать за воспоминания черешни. это такое прекрасное теплое воспоминание у меня было действительно очень веселое детство. Это были разбитые коленки, это чего только не было, это велосипед, это веселое детство, очень веселое. И к нам приезжали мои родственники с Байкала на Крым, и мы на этой черешне действительно висели, и я помню, как бабушка на нас ругалась, потому что мой двоюродный брат забрался на самую-самую верхушку, и уже ветки под ним гнутся, но он эту черешню собирает. Это такое веселое воспоминание, такое счастливое и радостное вместе с тем. Инга, вы сейчас этим ясновидением дали очень много не только мне, но и моим родным, которые его услышат. Услышат, узнают себя, в моем детстве, и возможно не только моей семьей будет, моим родом уже будет принято, нынешними потомками нашего рода будет принято язычество, чего я от всей души желаю, чего я хочу, потому что нужно возвращаться к своим истокам. тезисы, которые я записала, и не знаю, где я что пропустила. По поводу своих отношений с мертвым миром, это во мне воспитала бабушка. Бабушка, которая потеряла на войне своих братьев, она заговорила мне такие вещи в детстве, она мне говорила, что ну вот почистишь ты эту могилку, ты знаешь сколько наших родственников похоронено во время войны, возможно где-то есть такая же могилка, и ее никто на травой зарастет, и никто не будет знать, где, что там человек даже лежит. И я настолько прониклась тогда ее словами, что у меня это врезалось в память, в сердце, в душу на всю жизнь. Я действительно красила оградку у бабушки, потом подумала, краска остается, ну и все соседние тоже покрасила. Рву траву на кладбище, думаю, ну что, силы есть, сейчас опять домой идти, там что-то не, вырву траву и там, вот у нас есть безымянная могила, рядом с бабушкой, я не знаю, кто там лежит, но в Крыму я очень часто правила крестик и пыталась как-то эту могилу поправить. Было дело, было уважение, мне воспитано, привито бабушкой, потому что очень много без вести пропавших роду, это действительно так, я подтверждаю, действительно, я, как у нас в семье принято говорить, раздай жопу, простите, мой французский, но мы очень добрые, очень добрые, очень сильно стараемся помочь людям, и иногда от этого страдаем, и действительно, когда ко мне приходят гости, я их действительно задариваю, то есть, я могу отдать понравившиеся духи, я отдавала, то есть, племянницу недавно провожали, я ей просто, нравится, бери, нравится, бери, но теперь это только с родными людьми, так, потому что потому что мне оправдали доверие эти люди, которых я впускала в свою жизнь, и они оказались посторонними. Уважаемая Инга, я хочу вас поблагодарить от всей души за этот ролик, за то, что вы потратили свои силы на это ясновидение, я хочу поблагодарить не только вас, я хочу поблагодарить хранителя Байкала за то, что поведал вам обо мне, за я рада, что меня слышат, и огромная вам благодарность за то, что вы в силу своей тактичности рассказали обо мне только то, что мне нужно было. Я очень боялась этого ясновидения, у меня дрожали руки, у меня я очень боялась, боялась того, что если вы расскажете о том периоде жизни, который был у меня с 18 до 30 лет, нет, Аня, я не расскажу об этом периоде, потому что это не самая лучшая вещь, которую тебе надо помнить, знать, ты это бросила, ты это преодолела, и ты молодец, не потому что нельзя, есть вещи, которые нельзя говорить, особенно принародной нельзя говорить, знаете, я когда смотрю людей, иногда ко мне приходили пары, и я чувствовала, что жена боится, потому что там были измены, и чего только не было, но я говорила о том, что точно так же смотрела судьбу, и говорила то, что у них есть в жизни, но не лишние вещи, которые могут разрушить семью, почему, потому что это было и прошло, это была ошибка, зачем об этом говорить, потом они меня благодарили, не нужно этого делать, я знаю, что надо говорить, а чего не стоит говорить, нет, в вашем браке измен нету, а именно вот тот период, который ты говоришь, ты преодолела это, ты бросила это, ты сильный человек, все, лишнее разговаривать не будем, я думаю, что и так достаточно того, что я увидела и сказала, для того, чтобы убедиться, что я вижу, вы теперь представьте абсолютно разные концы мира, понимаете, Байкал и Крым, и ведь описание, и родословные матери, и вообще, это же все, это все вот именно так и есть, как показалось, вот, разве этого недостаточно, чтобы понять, что ясновидение ведьмы, это невероятная вещь, если она есть, я думаю, что этого достаточно, есть вещи, которые раскрывать нельзя, я смотрела людей в прямом эфире, я смотрела по-разному, записывала и так далее, и там были очень криминальные моменты, которые могли навредить этим людям даже спустя столько лет, но это не означает, что я это скажу открыто, нет, это эксперимент, это некий такой, как вам сказать, мастер-класс, назовите, когда ты открыто говоришь и показываешь, и человек и сам убеждается, его близкие, которые его знают, и, собственно, он и снимает, подтверждает то, что действительно все это было увидено, и тем самым показывается, как видят ведьмы, все этого достаточно, разве не достаточно такие воспоминания еще о самом раннем детстве, да, которые ты не могла знать, потому что тут она сама-то уже еле помнит, а ты тут говоришь, вытаскиваешь из ее подсознания, все, этого достаточно, есть вещи, которые озвучивать не стоит, я прекрасно это понимаю, да, но то, что я озвучила, вот так вот достаточно для того, чтобы человек шокировался, удивился и снял, я вам объясню, почему я это делаю, первое, я хочу показать вам действительно ясновидение, чтобы вы поняли, что такое ясновидение, а не то, что ты соберешься на море, может соберешься, может передумаешь, может захочешь, может не захочешь, у тебя может голова начнет болеть, начнет заниматься своей внешностью, вот такая вот ересь, это не ясновидение, это даже не психология, это какая-то примитивная детсадовская какая-то вот вот лепета, А я вам показываю, что ясновидение – это вытащить из потаённых углов мысли, чувства человека, его сны, его прошлое, настоящее, его желание. То есть то, что знает только он, и самый-самый узкий круг людей – два-три человека, которые тебе точно не могли сказать. Понимаете, вот о чём речь. Теперь. И второй момент. И второй момент. Ведьма питается энергией. Она отдаёт многие энергии, ей нужно много энергии обратно. А энергия восхищения – она самая сильная на Земле. Почему люди, которыми восхищаются, их невозможно, ну, если они сами слабость не проявят и не перестанут, человек должен служить культу своего имени. Он создал этот культ личности, и он должен ему служить. Не в том смысле, что свои фотографии вешать и окуривать Фомиам. Нет. А просто ты сказала, что ты ведьма. Ты представила себя ведьмой. Ты сказала миру. Ты показала работу. Всё, дальше ты будешь показывать. Иначе нельзя. Ты создала этот образ, этот эгрегор. Наполняй её. Иначе она тебя накажет. Потому что ты её создала, пустила и оставляешь без подпитки. Твоя подпитка – это твоё время, силы, это твоя работа, твой труд и восхищение людей. И я знаю, что люди, когда смотрят первую часть, вторую часть, сравнивают и удивляются, и восхищаются. Эта энергия восхищения питает меня. Каждому человеку нужно восхищение. Каждому человеку нужно самоутверждение в своей профессии. Каждому человеку нужно признание, если он мастер. Мастер, художник не пишет картины для себя в подвале и закрывает, выключает свет. Нет. Он выносит, наверное, и Сашу. Он показывает людям, правда? Певец не поёт сам для себя в закрытой комнате. Он выходит и даёт концерт и восхищает всех. То же самое. Это энергия восхищения, которая питает нашу жизнь. Она нужна. Она просто нужна, как манна небесная. Она как хлеб нужна. Человеку творческому, человеку сильному, человеку одарённому. Обязательно нужно восхищение и признание людей. Понимаете? Вот почему я это делаю. Это меня питает. Это даёт мне силу дальше создавать, двигаться. Мне приятно, что вы понимаете, вы просвещаете, что вы уже не попадёте в сети всяких там гадалок, которые там, вот, в последнее время голова болит, в последнее время настроения нет, и вы вот в восхищении, как в этом, да? Я в восхищении. Вот как же ты попала в точку? Давайте дальше послушаем до конца. Я не смогу записать голосовое долго, пока не переживу это заново. Это был очень больной период времени, и я безмерно вам благодарна за то, что вы не дали мне снова погружаться в эти воспоминания. за то, что вы сказали мне то, что было нужно, то, что мне нужно было услышать. А мне действительно так нужно было это. Вы себе даже не представляете. Уважаемая Инга, спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что выбрали меня. Это очень много для меня значит. Это знак, что меня слышат, что я не одна. Я сильный человек. Я знаю это. Я тебя очень слышал. Но даже сильным людям иногда нужно немного поддержки для того, чтобы... Это как глоток воды для того, чтобы подняться и идти дальше. Ну и напоследок я хотела бы процитировать своего мужа, который, услышав про то, что у нас в 22 веке будет в роду сильный политик, он вышел на крылечко, закурил сигарету и сказал, значит, дом надо строить капитально, потому что в этом доме, возможно, будет когда-нибудь жить будущий президент. И на этой ноте я хотела бы закончить моё голосовое сообщение и сказать ещё раз зрителям, если в этом ролике я не смогла рассказать о каких-то моментах, то вполне достаточно полно и объёмно об этом сказала Инга. Всё действительно так. Всё действительно так. И нет в этом никакого сомнения. У меня не было сомнений. И у меня сейчас только огромное счастье за ту информацию, которую я получила. Я благодарю вас, Инга. Ну, тут ещё не всё. Тут ещё есть моменты. Сейчас я ещё включу. Джуз, ты чё тут творишь перед экраном? Да, ещё есть. Сказать по поводу расстреливанных. Сегодня я позвонила своим родственникам и спросила по поводу того, где... По поводу своего прадеда. Действительно, дядя подтвердил, что вот недалеко от нашего города, в местности, расстреливали наших двух братьев. Одного из братьев расстреляли, а второй сумел скрыться. Всё это действие происходило на Шаман-горе. Именно поэтому Шаман нас спас. Возможно, была там немного другая история. Это молчивает об этом история. Но то, что действительно так было, это факт. Я просто сразу же после просмотра, прослушивания ролика позвонила и получила такой ответ по поводу того, что у нас по отцовской линии в роду в Первую мировую были моряки. Также знаю, говорил дед об этом. Я, собственно говоря, очень трепетно отношусь к истории своего рода. И деда, дедуля у меня периодически подвергается шквалу вопросов с моей стороны по этому поводу. И сама дорога... Действительно, есть дорога. Одна сторона, которая... В одну сторону идут посёлки, а другая — большие города. И та сторона, которая ведёт к посёлкам, на ней очень-очень часто случаются всевозможные катастрофы, автомобили, аварии. Умирают люди. И по поводу женщины не знаю, потому что после этих аварий в основном никто не выживает. Так что и спасить, собственно, не у кого. Ну, во всяком случае, я так знаю, что так было. Давайте дальше дополнение, которое она просила выставить. Я в очередной раз на сегодняшний день рассматриваю видео. И хотелось бы ещё дополнить немножко. Вы говорите об обиде на маму за то, что она не посмотрела даже на подарок, который я ей готовила. Совершенно верно. Я ей на последние деньги собрала пластмассовые цветочки, купила. Маме не понравились. А мне понравились. Вот. Потому что он был очень нескусно сделан. И мне просто... Мне просто понравилось тогда на мой детский взгляд, как это всё выглядело. Я понимаю сейчас маму, но тогда мне было очень обидно. Вы рассказали про женщину с прической и ребёнка новорожденного. Это действительно так. Мне было тогда 6 лет. Мы приехали в гости из Крыма в Севербайкальск, вот сюда, в город, где я сейчас живу. Здесь жили мои родственники на тот момент. И этот ребёнок, который родился, его дальнейшая судьба довольно сложно сложилась. Но то, как мы его приветствовали в этом мире, запечатлелось у меня в памяти. У меня в первом классе действительно мама купила очень большой бант на голову, который был действительно больше моей головы. Он тогда был очень модным, и я его сняла. Вместо этого бабушка заплела мне две косички, в которые я просто вплела ленты. И я была очень счастлива из-за этого. Вот. Вы сказали, что любимые мои цвета зелёные и синие. Действительно, у меня был момент времени, когда мне муж просто уже говорил, надоело ты со своим зелёным, потому что у меня всё было зелёное из таких оттенков. И сейчас у меня действительно в гардеробе практически только синие вещи. То есть, я замечаю, что летом у меня такой целенаправленный синий и с белым. Люблю это сочетание цветов. Естественно, у меня в гардеробе есть раскрасивое платье, которое я надеюсь когда-нибудь одеть. Я надеюсь, что когда-нибудь закончится стройка, и я действительно смогу себе позволить одеть красивое вечернее платье и рассаживать в этом платье по дому и быть счастливым. Буду такая вся счастливая, воздушная и как сказать в общем буду изобильна и буду радоваться своему изобилию. По поводу ритуалов хочу сказать действительно очень сильно получаются ритуалы. У меня был момент времени, когда я нацелилась после длительных чисток подумала, что все, пора денежный поток в дом устанавливать. вот и на нас навалилось столько работы, на нас навалилось столько вот этих материалов строительных. У нас был момент времени такой, что мы не могли заехать на машине в ограду, потому что во дворе у нас везде были кучи стройматериала. Мы только в этом году успели разгрести это все, упорядочить это все. Просто не хватало рук. Мы работали, 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 не покладая рук для того, чтобы переехать в новый дом. И за один год мы сделали всю внутреннюю, весь внутренний ремонт. Это все делалось нами, мной и мужем. и после переезда в дом за год у меня действительно очень стабилизировались отношения с мужем. Он стал намного спокойнее, потому что ему не надо после работы ехать на другой конец города для того, чтобы там строить. У него все здесь под боком. Он у меня человек, который привык жить на земле. И у него из-за этого наступило внутреннее спокойство. Он уже все у него все хорошо. И после совместного нашего ритуала, который вы, Инга, проводили на помощь мужчине, у него увеличилась зарплата на 20 тысяч. Просто ему обещали, он устроился на новую работу, ему обещали 70 тысяч. Я его тогда очень сильно прижала для того, чтобы он перешел на другую работу. Он перешел на нее, ему обещали одну сумму, потом эту зарплату повысили после этого ритуала. Он тогда долго бегал уже, потому что была ночь, и нам нужно было срочно достать его фотографию. И ему пришлось поднять все свои старые документы. Мы нашли эту фотографию, он удалился из дома для того, чтобы я провела это все. И после того, как я ему сказала, ну что, милый, ты говорил, вот, получай, он очень сильно призадумался тогда. И да, у него действительно после этого стало внутреннее ощущение того, что будет стабильность, бояться нечего. Так, была драматиновая куртка в детстве, признаюсь честно. Было очень сморщенное лицо, меня вечно ругали в детстве из-за того, что если я чем-то недовольная, становлюсь хумурая, у меня лоб, глаза практически закрываются, лоб падает на глаза, я прищуриваюсь, делаю такое злобное лицо недовольное, и меня все говорят фотографируйся, я не хочу, был этот момент, тоже турецкие эти дубленки помню до сих пор. Вы рассказали про топунг лошадей. У меня в детстве в моем босоногом старший брат помогал чабану, который пас отары овец, отары коз, коров, лошадей, эти все самые, ну, крымские степи. И я в детстве часто ходила с ним на поле, их выгоняли на выпас, на поля, а поля в крыму весной цветут маками, они цветут маками и ромашками, они очень красивые, бескрайние, такие алые с зеленым, я очень скучаю по этим местам, и это действительно запечатлилось у меня в памяти, и я часто, как сказать, вспоминаю эти фрагменты, это для меня они драгоценны, я их пролистываю у себя в голове для того, чтобы у меня душа оживала, я очень скучаю по своей малой родине, и я планирую туда съездить, я обязательно возьму оттуда гость земли и проведу тот ритуал, о котором вы мне говорили на одном из прямых эфиров. Меня также очень раздражают резкие звуки, это совершенно верно, меня муж одно время прямо ловил, я очень воздрагиваю, нервничаю, у меня я проснулась как-то ночью от телефонного звонка, неожиданно резко зазвонил, и я очень испугалась, я вскочила, я побежала к этому телефону, меня муж буквально просто ловил, говорил успокойся, не нервничай, успокойся, зачем ты так хватаешь телефон, и меня эти резкие звуки всегда раздражают, я испугалась очень сильно в детстве, мы были в гостях у одной женщины, и сами мы жили в тихом поселке, ну, не поселке, ПГТ, но тем не менее мы были в гостях, родители уехали, и я сидя на кухне у этой женщины, которая нас оставили, на улице была перестрелка, это были лихие девяностые, и у нас была группировка на территории Крыма, Ореховцы, вот недалеко от нас, в девяностые у нас часто горели заправки, горели магазины, частые выстрелы, это, ну, я думаю, по всей России эта обстановка была такова, но именно на меня наложился такой отпечаток, я очень не люблю издевок, я очень не люблю грубых людей, и я очень боюсь их как бы в детстве боялась, и сейчас уже как бы научилась с ними справляться, и резкие звуки на меня наложили свой отпечаток на психику, и телефон действительно постоянно на беззвучном, если это есть возможность его поставить на беззвучный, а вообще да, я люблю отдыхать в тех местах, где недоступна связь, если я планирую отдохнуть, я просто предупреждаю всех на работе о том, что я выключаю телефон, потому что не люблю, вы все сказали верно. так, и еще послушаем. Мы долго с мужем пытались понять, какую люстру вы говорили, просто перебирали моменты такие, и фрагменты, у нас нет люстры, у нас есть большое зеркало с подсветкой, где много-много лампочек, но такое сейчас модно, и это зеркало мне муж сделал в подарок на день рождения сам, и так получилось, что дерево высохло, материал такой, как сказать, капризный дерево, и дерево высохло, и в уголках оно треснуло, муж сказал, все, я разбираю его, оно негодное, а я за него уцепилась, и сказала, нет, я его покрашу, оно мне нравится, оно будет висеть там-то, там-то, и действительно есть этот момент, потому это зеркало, оно светится, как люстра, если его включить, потому что очень много ламп, и очень яркое, я доколупала все-таки мужа сегодня, по поводу того силуэта, который он видел, он рассказал мне историю, он рассказывал мне ее раньше, поэтому я его трыкала, чтобы он вспоминал, у него был фрагмент такой в жизни, это наверное больше подходит под мистические истории, он стоял, курил на балконе, и у него где-то он ждал кого-то, что кто-то к нему должен был прийти, и он краем глаза заметил, что тень проскользнула рядом, он подумал, что это люди, которые должны были зайти в дом, но потом, когда он вышел, он никого не обнаружил в квартире, квартира была пустая, в той квартире очень сильный домовой, потому что он там постоянно наводит порядки, мы ночевали там одно время, когда делали ремонт, и он очень ругался за то, что мы не там положили вещи, ему не нравилось, он возмущался, и мы потом мне, я уже начала привозить ему вкусняшки, начала с ним разговаривать, начала объяснять ему, что происходит, и как вообще что, почему мы нарушили его покой, и он понял, и сейчас там живут люди, и живут уже очень давно, и живут довольно счастливо, довольно спокойно в этой квартире, они друг другу не мешают, она, девушка, не мешает домовому, а домовой не вторгается в ее пространство, ну, может, воспитывает, конечно, но она, во всяком случае, ничего не говорит, на этот счет, вот еще одни, как бы, такие довспомненные дополнения, которые мы в течение дня сегодня с мужем собрали, и так, кто хотел бы прослушать и сравнить, вы можете включить Анна Флосова ясновидение и потом вот этот ролик, и собственно сравнить, чтобы понять где, что, каким образом. Я рада, что смогла снять груз с твоей души, Анюта, у тебя все получится. В течение двух с половиной лет все твои планы окончательно осуществятся. В следующем году ты практически все довершишь, а потом просто будешь делать такие мелкие дела, недочеты исправлять, а в остальном все идет как должно идти. Удачи тебе и твоему супругу все будет хорошо. Все плохое уже пройдено, вы по счетам уже заплатили. Достаточно вам платить. Прошла пора уже наслаждаться жизнью. Всем удачи, а я в ближайшее время просто объявлю, кому я буду смотреть, поэтому будьте на чеку, если я такую тему сниму, прослушайте, если там есть ваша фамилия, внизу напишите свои согласия, я буду знать, что вы согласны, и собственно говоря, буду вот так периодически снимать. Я думаю, что так намного лучше и правильнее, согласитесь, чем прямой эфир, и толкотня, и мне, а мне, а еще мне, посмотрите, и так далее. Я сама выберу, я стараюсь выбрать тех людей, которых я еще ни разу не просматривала, не отвечала, ну, чтобы никого не обделить одним словом. Всем удачи!